Россияни и украинцы в ходе телемоста обсудили, что объединяет две страны. Россияни и украинцы в ходе телемоста обсудили, что объединяет две страны. 20.32 Телеканал Россия 1. Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной. Телеканал Россия 1. Москва, 12 июля РИА Новости. На телеканале Россия 1 состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной. Надо поговорить. Деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет. Ведущими были Мария Ситтелли и Андрей Малахов. 2021 эксперт оценил значимость телемоста «Россия-Украина». Российские участники пришли в студию канала «Россия-1». Украинские выходили на связь по Skype. Гостями программы стали актеры Владимир Меньшов, Рустам Сагдулаев, Валентина Талазина, Владимир Конькин, Маргарита Шубина, музыканты Кометов и Леев Лещенко и другие известные деятели культуры, а также спортсмены. Я хочу пожелать, чтобы поскорее мы вот эти политические вещи, которые засели в нашей голове, скинули, а то генетическое общее, что нас объединяет, и песни, и наша любовь друг к другу стала первичным. И давайте уже обнимемся, предложил в эфире Кометов. Гости обсуждали, что объединяет два народа. Вспоминали известные и в России, и на Украине фильмы, песни, литературные произведения. Российско-украинские семьи общались в эфире, встречались и сетовали на сложившуюся ситуацию. 2013. Ситель надеется на участие украинских каналов в следующем телемосту. Актер и режиссер Владимир Меньшов, которому запрещен въезд на Украину, прокомментировал ситуацию с черными списками невъездных артистов, назвав ее жестокой. К сожалению, я могу сказать это только по телевизору, потому что доступа на Украину у меня нет, я в списке запрещенных. Я отношусь к этому, как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить, сказал он. В свою очередь актриса Валентина Талузина поделилась историей своей русско-украинской семьи, а также рассказала, что ее первой сказкой была повесть Тарас Бульба Николая Гоголя, а в доме всегда готовили украинские национальные блюда. Куда мы денемся от дружбы? Мы должны дружить обязательно, добавил актер Рустам Сагдулаев, прославившийся ролью Рамия в фильме «В бой идут одни старики». 10 июля, 18.37 собственник. News One подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности. Отец украинского продюсера Юрия Фалеса живет в Ялте, а мать Вешкароли. Он надеется, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский найдут выход из кризисной ситуации. Я постоянно езжу и в Россию, в Крым. Я общаюсь с людьми на самом деле так все устали от политики, от этой ситуации, все уже хотят мира. Я надеюсь, что в скором будущем все наладится благодаря нашим президентам, потому что у них здравый ум. Я думаю, что они сейчас найдут пути, чтобы люди не страдали, не мучились. Это очень тяжело, когда у тебя родственники находятся в России. Сейчас к ним очень сложно ездить, сложно на этих границах стоять, сказал Фалеса. Он отметил также, что приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Я тут пытался всем доказывать. Ребята, куда вы смотрите, у вас голова забита непонятно чем. Это футбол, это не связано с политикой, сказал он, добавив, что на Украине многие не верили, что Мундиаль в России пройдет успешно. 10 июля, 15.42 союз журналистов Украины прокомментировал вызов на допрос продюсера. Кроме того, телемост позволил писателю, драматургу, заслуженному деятелю искусств РСФСР Аркадию Инину увидеться с братом Михаилом Любинским, который живет в Виннице, после 40 лет разлуки. Инин отметил, что нужно пытаться сохранить воспоминания о тех прекрасных временах, когда мы были вместе не только мы с братьями, но и народы России и Украины. Я очень надеюсь, что украинский народ хочет дружбы, точно так же, как и русский, хочет единения. Я считаю, что все, что идет на разъединение, то от дьявола. Мы должны любить друг друга, поделился мнением футболист Алексей Поддубский. Лев Лещенко, в свою очередь, исполнил украинскую песню, а актеры Светлана Шершнева и Александр Голобородько рассказали о тесной связи с Украиной. В рамках телемоста показали кадры со свадьбы телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова. Закончилась программа песней с фильма «В бой идут одни старики». 9 июля, 13.20 Малахов обратился к Зеленскому по поводу телемоста.